Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы это четко обозначали в своих действиях, в своих письмах, в своих обращениях в те же центры, откуда давались эти команды. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, все работали, но я тогда был начальником цеха, ну, завода, большого завода. Там работали много наших ребят, кримских татар, которые поочередно участвовали. Одна группа приходит, другая уходит. На этот суд и создавали, и слушали, и болели за своих товарищей, которые судили необоснованно. Безусловно, всегда мы ставили перед фактом тех, кто нас судил. Безусловно, тогда, в то время, обыски велись не в таком положении, как сегодня они делаются. Я не знаю, может ответить на этот вопрос. Крыму не объявлено чрезвычайное положение, не военное положение. А почему-то обыски делают люди в балаклавах с автоматами до живого вооружения. Почему? Чем это связано? Как обосновать это? Мирные жители, мирный народ даже палки в руки не берут, а к нему подходят с автоматом домой. В чем дело? Если где-то законы приняты, мы не знаем. Можно об этом сказать, что мы знали. Поэтому сказать я по сегодняшним этим обыскам ничего не могу. А те обыски были, где-то соблюдались процедурой, правильный подход. Приходили, правильно обращались, правильно подавали соответствующие бумаги, подписанные, и проводились вот такие обыски. Вот здесь мы где-то, видимо, или отстоим, или недопонимаем вот эти действия со стороны государства имеется в виду. Но старшие поколения, я вам скажу, они старше нас более на 30, в то время на 20, на 35 лет, они всегда нас четко предупреждали. Вот тогда нам легче будет идти вперед. Конечно, всего не дано, чтобы мы могли на каждом уровне наши вот эти разговоры, чтобы прошли дальше. Это не так просто. Но наша молодежь, которая сегодня, крымская солидарность, которая на правильном пути, и правильно говорят о тех действиях, и правильно относят к народу, это очень большое дело. Вот этот путь правильный, когда правильным путем идешь, безусловно, победа будет за теми, которые идут по правильным пути. Но временно она бывает вот в таком положении. Но правильный путь всегда победить. Вот над чем надо все время молодежи работать. А мы старшие поколения, вы понимаете, мы тоже так же были высланы отсюда, выкинуты. Мне 5-6 лет было выкинуто из своей родины, без суда и следствия. Вы понимаете, это долго рассказывают эту сторону. Но сама организация нашего народа, это еще такое поколение у нас существует, они есть среди нашего народа. Чтобы они чуть-чуть подтерли свои глаза, открыли и с народом шли вместе. Когда народ идет вместе, одним строем, тогда он всегда будет на коне. Слава Богу! Слава Богу!